Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире «Столица Нижняя». О главных событиях к этому часу расскажу я, Антон Ганин, и мои коллеги. Сегодня в выпуске. 11 человек на министерское кресло в Нижегородском Кремле прошел полуфинал конкурса по отбору кандидатов на должность министра культуры региона. Какие испытания подготовили для претендентов? Быть или не быть, газификацию памятника природы «Стригинский бор» обсудили на публичных слушаниях. Чего опасаются экологи? День знаний на высоте. 1 сентября в Нижнем Новгороде отметят большим молодежным фестивалем. Какая программа ждет школьников и студентов? Три праздника на один день. В Нижнем Новгороде отметили День офицеров и 75-ю годовщину со дня основания Суворовских и Нахимовских военных училищ. Сегодня в Нижегородском Кремле выбирают министра культуры региона. Экспертная комиссия, в которую вошли известные нижегородские деятели культуры, лично общается с претендентами, которых осталось всего 11, а изначально на конкурс было подано более 1000 заявок. По итогам сегодняшнего дня из 11 претендентов дальше пройдут только пятеро. Все подробности в сюжете Юрия Афрова. В составе специальной экспертной комиссии 13 человек. Все они известны нижегородцам. Здесь сложно кого-либо выделить, разве что Сергея Капкова, экс-директор Департамента культуры города Москвы. Коренной нижегородец является отцом-основателем современного парка Горького в Москве, за что москвичи и гости столицы до сих пор его любят и уважают. Расширением общественных пространств, кстати, тоже одна из задач нового министра, которую ему предстоит решить. Сегодня из 11 человек выберут 5 наиболее способных. Максимально важно определить ту тройку или пятерку людей, которые готовы взять на себя ответственность не только за быстрые решения, но и за непопулярные решения, за эффективные решения. Нам нужен тот человек, который проведет прорыв в области культуры Нижегородской области, чтобы Нижегородская область занимала свое достойное место на федеральной карте культурных регионов России. Человек, который займет данную должность, должен вдохнуть новую жизнь в сферу культуры, следовать новым явлениям, быть технологичным и уметь принимать быстрые и качественные решения. И уважаемые члены комиссии прошу обратить на это внимание, что все-таки мы живем в эру быстро изменяющегося времени, быстро изменяющегося подхода. Проект команды правительства выходит на такой уровень и публично, абсолютно открыто, абсолютно на основании только данных о способностях, компетенциях людей, на основании их ответов выбирает человека на очень высокую должность. Изначально на должность претендовали около тысячи человек. Затем они отсеялись на этапах тестирования, видеопрезентации, защиты своих программ. До очного собеседования дошли только 11 претендентов. Первый – Роман Биагон, известный нижегородский ведущий. Впрочем, со сцены и праздниками ради новой работы он готов расстаться. Прошло интересно, немного волнительно, первым быть всегда непросто. Экспертный совет в целом относится дружелюбно, не ощущается желание, что обязательно нужно завалить кандидата. Скорее, это такой разговор по душам, чтобы выяснить, на что нацелен человек, какие у него таланты, какие приоритеты, как вообще он видит культуру и Министерство культуры в частности. Участники, дошедшие до финала, лично встретятся с главой региона. Глеб Никитин проведет с ним еще одно собеседование. Имя нового министра станет известно до конца августа. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижний. Быть или не быть газопроводу в Стригинском Бору? Этот вопрос обсудили на общественных слушаниях, которые прошли в Нижнем Новгороде. Пока дома, которые находятся на территории памятника природы, отапливают электричеством. Но все может измениться. Владельцы базы отдыха просят разрешение на строительство котельной и прокладку газопровода. Это будет первый случай газификации Бора. Как на это отреагировали защитники природы, расскажет Екстерин Анисимова. Стригинский Бор был признан памятником природы еще в середине прошлого столетия. Вековые сосны и разнообразие древесных пород делают его отличным местом для отдыха жителей города Миллионника. Поэтому просто взять и построить здесь какой-то объект, а уж тем более провести газ без одобрения экспертов, не получится. На зеленой территории уже много лет существуют базы отдыха. Теплоснабжение обеспечивают с помощью дорогостоящего электричества. Владельцы давно хотят перейти на более дешевый вариант – газ. Уже есть проект котельный. Именно его сегодня обсуждают на общественных слушаниях. Там деревянные три дома и котельная. Вот планируется реконструкцию провести этой котельной. В связи с тем, что она была раньше, наверное, на угле, потом на мазуте, а в связи с тем, что это все затратно, перешли на электро. Поэтому сейчас электро, сами понимаете, затратно – это раз. Потом там сети тоже находятся уже в изношенном состоянии. Любое хозяйственное действие, которое происходит в охраняемых территориях – это, скажем так, объект повышенной опасности и повышенного риска. Поэтому мы всегда участвуем и смотрим, а что там хочет. Поэтому, собственно, пришли послушать. Любая новая инфраструктура на охраняемой территории – это объект дальнейшего риска. В слушаниях принимают участие проектировщики, представители базы отдыха и эксперты экоцентра «Дронт». Экологи делают несколько замечаний. К примеру, пока непонятно, какой именно экологический ущерб принесет будущая котельная. Без этих данных разрешение на проведение газа получить невозможно. Ошибки пообещали исправить в ближайшее время. Естественно, мы там с учетом данных замечаний доработаем наш проект. В частности, раздел оценки воздействия на окружающую среду. По словам представителя экоцентра «Дронт» Асхата Каюмова, котельную хотят построить небольшую, поэтому ущерб для окружающей среды будет минимальным. Больше защитников окружающей среды беспокоят, что после появления здесь газопровода лесопарк станет привлекательным для инвесторов. Дополненный проект вскоре направят на экспертизу в Министерство экологии региона. После нее станет известно, проведут ли газ в Стригинском бару. В случае положительного ответа экологам придется уделять еще большее внимание этому памятнику природы. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижний. День офицеров и 75-ю годовщину со дня основания Суворовских и Анахимовских военных училищ отпраздновались сегодня в Нижнем Новгороде. Торжественный митинг, посвященный этим праздникам, прошел на булеваре Заречном. Там собрались офицеры, запасы и ветераны, представители общественных организаций и ученики Нижегородской кадетской школы-интерната. Многие из них являются выпускниками ведущих военных училищ страны. Ветеранам и офицерам запасы вручили ордена, медали, почетные грамоты и благодарственные письма, после чего вместе возложили цветы к памятнику легендарному полководцу. Отмечу, что День офицеров – это неофициальный праздник, и один из самых молодых его начали отмечать всего несколько лет назад. Для меня лично это круче, чем Новый год, понимаете? Даже день рождения я так не отмечаю свое, как этот праздник. Почему? Двойной праздник – День офицера, День образования Суворовского военного училища. Была заложена настоящая армейская, флотская дружба. Мы встречаемся с теми офицерами и вспоминаем те нелегкие годы службы, в которые мы окунулись. У нас были и учения, и участие в различных операциях, и мирная жизнь, и боевые прыжки, и так далее. И поэтому мы сегодня вспомнили о том, что офицеры были, есть и всегда являлись, как бы сказать, элитой в нашей стране. Я учусь в кадетской школе-интернат. Там есть офицеры. И эти офицеры, они учились многие в суворовских училищах. И получается, что они передают нам те знания, которые им давали в этих училищах. Группа Каста станет хедлайнером молодежного фестиваля «Высота», который пройдет в Нижнем Новгороде в День знаний, 1 сентября. О подготовке к фестивале на пресс-конференции рассказал министр образования региона Сергей Злобин и его организаторы. У «Высоты» три локации – Центр современного искусства «Арсенал», Александровский сад и Площадь Минины Пожарского. На них будут организованы различные лектории, зоны спорта, киберспорта, литературы, науки и культуры. Также в этот день откроют выставку ретро-автомобилей. Был сформирован организационный комитет, в котором, в чем главная его особенность, органы исполнительной власти и мы, как чиновники, являемся только соисполнителями. То есть мы фактически выполняем обеспечивающую функцию для молодежной инициативы, которая возникла. Мы этот фестиваль делаем силами молодежи, для молодежи и исключительно интересуемся, что нравятся молодежи и слышим их отклик. Финалом вечерней программы станет уже концертное выступление диджеев из Москвы. Это резиденты клубов Gypsy Icon. Это наши локальные кавер-группы, которые уже подписаны на музыкальные лейблы и активно себя продвигают. Мы поддерживаем этих ребят. Это группы Maple Seasons и Fuji. Также это, конечно же, группа Каста, которая выступит уже вечером на концертной программе. Соответственно, все мероприятие является бесплатным, а доступ на него свободный. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова